Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. По многочисленным просьбам, вот показываю сейчас, как я высаживаю перец. Я начала высаживать понемногу перец, но высаживаю партиями. Пока что начала высаживать скороспелые, маленькие, низкорослые сорта. И расскажу немного принцип высаживания. Так как у меня рука одна, я вам немного тут прочитаю. Вот смотрите, когда вы высаживаете перец, обязательно нужно учитывать, с какой стороны у вас будет солнце. У меня по техническим причинам так установлена теплица, что солнце не с длинной стороны, а с торца. Поэтому я начинаю высаживать вот так. Сначала буду маленькие садить по росту, следующие у меня будут средние. И потом я начну высаживать высокие, как ступенькой, чтобы солнце не загораживать. Если я сначала начну с высоких, а сзади будут у меня маленькие, они не увидят солнца. Потому что вот эти сорта скороспелые, они все очень низкорослые. Вчера я высадила венти, написано ранний, 45 сантиметров всего высота. Вот 45, это будет всего вот так, все, он дальше не вырастет. Винни-пух, сорт для получения ранней продукции. Совсем малышка, 25 сантиметров. Он будет вот здесь на месте салата. Я салат уберу и самый первый будет вини-пух, потому что он как полукарликовый. И ласточка будет у меня здесь. 45-60 сантиметров. Получается, сначала я высадила 20 сантиметровые, потом 30 сантиметровые. И вот так идет, идет по нарастающей. Ласточка будет 60 сантиметров. И дальше уже пойдут вот эти великаны мои. Гладиатор, Патриция. Они у меня вырастают с меня ростом, и они будут на заднем плане, потому что им солнца хватит в любом случае. Они очень высокие. Некоторые вот уже с перчинами, потому что я сею рано, хочется получить пораньше урожай. И когда спрашивают, обрываю ли я цветы, которые цветут, я говорю, что я не обрываю. Потому что если я буду обрывать цветы, вы видите, как они, они все в цветах, они все цветут. Если я буду обрывать цветы на своих перцах, я не получу вообще урожая, потому что они уже все в цветах. Ничего страшного, необорванные цветы превращаются вот в такие перчины. Они будут у нас в первую очередь употребляться. Как выбирать сорта для посадки? Я уже писала статью, она расположена у меня на Одноклассниках. Заходите, наберете. Ольга Чернова, 56 лет, город Бейск, Алтайский край. Там все о выборе сортов. Семена у меня все свои, вот эти. Я вам показываю просто старые картинки. Самый крупный перец, еще раз говорю, вот у меня Патриция, гладиатор. Он больше метра роста вырастет у меня, всегда на заднем плане. Впереди все малыши. Вот эти у них стручки будут поменьше, но зато они будут рано-рано. Вот сейчас, но уже если висят перчины, ясно, что через 2 недели я уже буду кушать перец. Семена всех этих сортов, и скороспелых, и крупноплодных, вот тех здоровых великанов, у меня всегда есть в наличии. В этом году я кому высылала, можете поделиться впечатлениями, какой вырос перец. Одна женщина говорит, что никогда не могла вырастить большой перец, высокий, всегда были маленькие. Может быть, просто вы неправильно выбирали сорта, или в чем дело, я не знаю. У меня перец всегда большой. Немного про посадку. Делаю лунки, так же, как под томаты. И сажу, как сдвоено, 2 перчика. Справа 2, и слева 2. До центральной дорожки у меня получается 2 строчки по 2 перчика. Сажу по 2, сразу отвечаю, для удобства обслуживания. Потом я вставлю кол между ними, потому что перцы вырастают очень большие, особенно вот те крупноплодные. И мне так удобно. На посредине дорожка, все. Ничего не подсыпаю в лунки. Заранее с осени готовлю грунт с перегноем. И в течение лета ничем не подкармливаю. Перцы ломятся от плодов. Если семена хорошие и грунт хороший, здоровый, жирный, никаких искусственных добавок им не нужно. Им всего хватает. Единственное, что сейчас они массово расцвели, я, может быть, побрызгаю их бутоном. Потому что все-таки время раннее, для того, чтобы хорошо завязались плоды. Ну, смотря вот на эти стручки, я вижу, что они и так хорошо завязываются. 50% успеха это хорошие семена, собранные со здоровых крупных плодов. Еще 50% это, конечно, земля и погода. Погоду я изменить не могу, но семена и земля у меня отлично. За них я даю гарантию. Поэтому у меня всегда хороший урожай. Летом покажу вам, какие перцы я вырастила. Желаю вам тоже, чтобы у вас перцы прям обламывались от плодов. Чтобы урожай был очень богатый. Все это можно добиться очень легко. Посмотрите начинающие, кто только начал мои видео уроки. И, может быть, у вас тоже будет хороший урожай. Всем успехов на грядках. До свидания.